Всех приветствую на моем канале. Сегодня у нас король звука серия LG X-Boom CK99. Две таких огромных шкафа, два таких огромных шкафа, две таких тумбы гигантских, которые, как нам говорит заявитель, способны прокачать окружающий воздух на 5000 ватт и выдать через свою пару пассивной акустики. Благодаря вот этой коробке, она же усилитель, блок управления и центр всего 5000 ватт. Пробежимся обо всем по порядку. Давно хотел сделать видео, когда увидел их. Вот такой массивный корпус, я так понимаю, это МДФ. Накладки. Интересно, на случай чего, если их вдруг будут переносить, чтобы они не повреждали корпус. Единственное, передняя накладка не сдвинута на край. Вот. То есть дальний угол у нас защищен. Почему-то передний угол у нас оставили его на корпусе. Хотя на самом деле ничего не защищает данные грани от ударов. Ну, наверное, производитель где-то отдельно изготавливал корпус сначала и его, скажем так, окаймлял вот такими пластическими уголками. А потом уже накладки к нему прикрепляли. Массивные ручки для переноски. Одна колонка весит где-то, ну, наверное, килограмм тридцать, не меньше, может даже побольше. Вот. Немножко нам сигнализация мешает, но останавливаться не будем. Габариты где-то метр на полметра на полметра. Ну, плюс-минус. Да, может чуть больше, чем метр. Вот. Посмотрим по фронту, что у нас. Впереди рупорная пищалка. Говорит понятно о том, что надо качать высокие частоты. Вот. Дальше два. таких модуля широкополосной акустики. Выполнено в красном цвете корпоративным LG. И вот такая массивный блин. По-другому его не назовешь. Наверное, где-то порядка 40 сантиметров. Если считать... Вот. Вот. Спасибо, кто-то выключил. Я так понимаю, это у нас подсветка. Если считать, вот, наверное, по периметру, именно диаметр самого диффузора с подвесами вместе, то, наверное, 40 сантилетров точно есть. Вот. Ну, и внизу, я так понимаю, массивный фазоинвертер спрятан в решетку. Вот. Такие вот интересные подиумы. Немножко они не протерты, поэтому видно на них пыль в кадре. Вот. Вторая акустика идентична. Вот такие тумбы. Весом по 30 килограмм, не меньше. И вот он, собственно говоря, их блок управления. Посмотрим сразу, да. Впереди возможность включения диска. RMS 5000 ватт. Поддержка Bluetooth. Вот. Интересно, как они перевели RMS. И здесь по-русски написали RMS. Да. Молодцы. Вот. В передней части у нас располагается такой вот DJ-ский пат. Можно видеть, да, различные звуковые комбинации пользовательские. То есть можно загружать так и память на предустановке. Вот. Видно, что синхронизация, автосинхронизация и степень миксованности. Такой вот бегунок интересный. Хороший с микролифтом. Пластиковым таком металлическом, ой, пластиковым отражающим таком корпусе. Очень красиво, стильно смотрится. Ну, уже оставшая классикой, да, массивных таких аудиоаппаратов OG. Рукоятка для усиления партии акселера. И тогда такая вот переключалка этих вечериночных оттенков звука. Вот. Справа у нас располагается DJ-ский такой тачпад. Да, DJ-ский такой банк различных аудиопримочек. Как-то эквалайзер, усиление баса, подсветка, поиск там по трекам и так далее. И двигаемся справа налево, да. Справа у нас, значит, в верхней части, ну, понятно, флешка, разъем. Тут подключение беспроводное, выбор функций, громкость как таковая. Ну, и различные E-ченджер-кнопки, которые у нас способны напрямую. Я так понимаю, это Bluetooth, это какие-то другие режимы воспроизведения. Это под стекло не мешало бы ее протирать, видите, да, что если за ней не ухаживать, то она приобретает такой оттенок попользованный. Да, можно видеть, что это центральный регулятор громкости, вот. А слева и справа у нас Tempo A, Tempo B, как на итальянском языке. Да, то есть, я так понимаю, это регуляторы ускорения, либо уменьшения звуковых эффектов. Как с, я так понимаю, это громкости, нет, микрофонная громкость. Вот она, я хотел предположить, что это громкости микрофона. Я так понимаю, что это у нас ускорители звуковые, именно рукоятки, которые позволяют усиливать, ускорять, либо замедлять темп воспроизведения звуковой дорожки. Ну, понятно, тут классический вариант у нас, вот, эффекты по микрофону, эхо, изменение голосовых параметров, поиск по трекам. Ну, и левый у нас тоже такой диджейский скретч. Он же объединяет в себе поиск и объединяет в себе усиление уровней, я так понимаю, звуковых эффектов. Диджейский, пользовательский у нас здесь эквалайзер, видно, да? Ну, и различные примочки. То есть, усилитель своего рода такой представляет собой, помимо обычного усиления и предустановок эквалайзера, вот, лотка для загрузки дисков, еще и своего рода таким блоком управления для каждого находящегося как слева, так справа персонажа, да? То есть, у каждого свой набор клавиш, они идентичны, это можно видеть по диджейским коврикам, да? По диджейским крутилкам. Крутилки бесконечны, понятно, у них нет ограничений, выполнены в классическом стиле, вот. То есть, достаточно много предустановок, много пользовательских установок. Ну, и передней части, если срезюмировать, блок управления вокалом, а справа части блок управления громкостью и выбором точек внешних воспроизведений. Вот такой ящик, он без ручек, то есть, его держим снизу, весит он у нас где-то в районе килограмм 8-10. Выполнен в едином стиле, ну, и фирменное тиснение в избу в виде тоненькой пленки, наклеенной на корпусе. Вот такой аппаратище, король-королей, да, линейки LG по звуку, еще раз X-Boom CK99, можно приобрести в магазине N-Video, в гипермаркете N-Video. Вот, спасибо, что смотрите мои видео, надеюсь, они вам интересны, что-то из них полезное может каждый вынести. Отдельное спасибо девчонкам, которые подписываются. Вот, респект вам огромный, значит, наверное, вам тоже что-то интересное здесь из моих видео, которые носят мальчишеский оттенок. И вот, не увидел, увидел сейчас здесь у нас дисплей впереди, то есть работа пульта. Вот, в левой части располагаются слоты гнезда для микрофона, в правой у нас ауксы. Да, то есть, можно также присоединить по кабелю внешние источники телефон, планшет, ноутбук, что там есть. Вот, посмотрим тыльную сторону данного устройства. И на этом будем плавно завершать обзор данного мегааппарата. Тыльная сторона максимально проста, подсветка, ну, понятно, радиатор, принудительная вентиляция, кулер. Вот такие фирменные слоты LG. Субтитры создавал DimaTorzok